Последние приготовления к областному масштабному празднику «Масленица на Короповых хуторах» 24 февраля начали с утра. Хотя подготовительная работа на месте проведения народных проводов зимы закипела еще с понедельника. Со вторника принялись устанавливать главное чучело праздника, которое к обеду 24 февраля уже было практически готово. На площадке масленичных гуляний, как в Муравейнике, каждый занят своим делом. Кто палатки устанавливает, кто занимается освещениями и установкой главной сцены, а кто-то испытывает горку, которая при повышении температуры уже немного подтаяла. Помогают с организацией праздника и представители районной партийной организации «Молодые регионы». Сегодня происходит подготовка к областному мероприятию «Масляная на Короповых хуторах». Сегодня здесь задействованы, наверное, абсолютно все службы нашего района. А я, в частности, представляю Змейскую районную организацию «Молодые регионы». Завтра у нас планируется очень большая делегация, около 100 человек из всей области. Харьковская городская организация будет присутствовать. Вот сзади меня стоит палатка большая для обогрева. Завтра всех будем кормить, обогревать. Я думаю, мероприятие пройдет на очень достойном и большом уровне. Как отметил глава райгосадминистрации Евгений Мураев, подготовка идет по графику. В организации подготовки мероприятия задействовано огромное количество людей. На самом деле очень сильно помогают предприниматели района в плане организационного. Помогают людьми, помогают все районные предприятия. То есть оперативно очень работает РЭС, оперативно работают сотрудники администрации. А также молодежная организация партии регионов. То есть, в общем, все резервы, которые не заняты в рабочее время, пущены на организацию в данном мероприятии. Прошлогодняя Масленица вызвала огромный резонанс в области. Поэтому в этом году ожидается большое количество гостей, даже зарубежные делегации. В прошлом году мы думали, что будет несколько тысяч человек, но сотрудники правоохранительных органов насчитали порядка 20 тысяч людей. В этом году это мероприятие уже известное, мы его рекламировали, то есть мы о нем предупреждали. Насколько я знаю, от перевозчиков наплыв будет очень большой. Организаторы также уверяют в том, что проблем с пробками на дорогах, как в прошлом году, не будет. Уже подготовлены стоянки для автомобилей. Внесли некоторые изменения и в программу празднования. В этом году она обещает быть более масштабной. Ну, я думаю, вы видите, он будет более масштабным, безусловно. Будет очень высокое представительство, будут зарубежные делегации. Плюс, очень будет много сделанного уклона на спорт. У нас будет работать каток, будут маржи, будет конный спорт. Можно будет покататься по национальному парку на вездеходной технике. То есть, в принципе, очень сильно будет представлена новая организация общественная. Спорт для всех. То есть, будут спортивные состязания, будут конкурсы. Но, в общем-то, все будет приблизительно в том же формате, как это было в 2011 году. То есть, люди придут отдохнуть, получить удовольствие, пообщаться друг с другом. И это главное на сегодняшний день. Это основная задача, как объединить наших людей, как заставить их дружить. Для того, чтобы люди без идей, люди без дружбы, без единой какой-то цели, ну, не состоянии создать здоровое общество. Поэтому мы и делаем такого рода мероприятие, чтобы эта сплоченность вылилась в конкретных результатах, которые можно будет пощупать руками, ощутить на себе. Сегодня подготовка на площадке продлится до позднего вечера. Завтра с 7 утра ожидается заезд участников. Сам же праздник начнется в 10 часов. Добраться к месту проведения Масленицы можно будет на специальных автобусах, которые будут курсировать каждые 10 минут с авто- и железнодорожного вокзала. Так что мероприятие обещает быть интересным, как для взрослых, так и для детей. Дорогие жители Змеевского района, эти праздники мы делаем исключительно для вас. Для того, чтобы вы могли всей семьей отдохнуть, получить удовольствие, пообщаться с друзьями. Приходите, будем встречать весну вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова